Я несу свой крест, охотно несу свой крест, 82-я, и хябаганук, с меня довольны, и 203-я итальянская, для баса соло, конечно, очень много написано для баса, в бассионах, все мы это исполняем, есть отдельный сборник для басовых арий, 100 басовых арий, баха. Сегодняшняя кантата, 82-я кантата, сама, пожалуй, такая персонифицированная кантата. Вот если вечер посвящен данному человеку, то кантата посвящена персонально Симеону. Симеону, богоприимцу. Это событие 15 февраля 1727 года. Вам, наверное, известно, что баху всегда заказывали на воскресенье, и он на воскресенье писал кантаты. Вот это одна из воскресных кантатов, 82-я. Казалось бы, в общем-то, на этом можно было бы и закончить, перевод у вас есть, и шпарить, как говорится, это дело. Но делать это все сложно, в общем-то, понимаете. Он не только, как говорится, встретил Деву Марию на восьмой день после рождения Иисуса. Иисуса, вот. Но, ко всему прочему, он еще был переводчиком, знал греческие. Вот. И он участвовал в переводе Торы на древнегреческий язык. Это событие называется Сильфтуагин, то есть 72 переводчика. Как же это происходило? Дело в том, что это коренное, покраниченное событие, которое потом мир, как говорится, воспользовался во всей широте. И, как говорится, во всех отраслях искусства, и даже и науки, и, так сказать, и боготворчества. Дело в том, что нам с вами надо переместиться во времена Александра Македонского. Вы, может быть, подумаете, что это, как говорится, совершенно не связано. Нет, это как раз очень связано. И связано именно с нашим персональным симеоном, которому посвящена вот эта кантата Баха и Хабрина. Дело в том, что когда Александр Македонский создал свою империю, и он создавал, одновременно оставлял своих легионеров, оставлял в тех местах пенсионеров во время похода, до какого они нашли места. И он их обеспечивал землей, снабжением. И единственное, что условие в этой империи было все, это, ну, как бы, такие опорные пункты были. Все должны были говорить на греческом языке. И все дело производства шло тоже на греческом языке. Когда он скачался, там таинственные всякие дела, вот, не будем на этом, как говорится, останавливаться, его диадохи, то есть приближенные его, сами приближенные, начали воевать друг с другом, заделешь, и одному из них, в Толимерею Лаги, это первый его телохранитель, Майксандра Македонского, достался в Египет. Ну, вы знаете, что Александр Македонский заложил Александрию, но дело в том, что народца-то там не было. Надо было это где-то народ добывать. И вот Толимер Лаги, когда он заполучил вот это, как говорится, наследство, решил, как говорится, заселить Еврея. И в одну из суббот он нагрял в Иерусалим, и оттуда вывел сто тысяч самых, что ни на есть, красавцев, самого здорового населения, вывел в Александрию. И поместил, вот часть продал, как говорится, мрабство в частные руки, как говорится. И дело пошло, он был очень деятельный человек, справедливый, наладил хозяйство, экономику, короче, все шло, как говорится, по плану. Но в то же время развивались и искусства. И дело в том, что открылась библиотека, стали собирать в рукописи, понимаете, в библиотеку. И вот Дмитрий Фалянский в библиотеке пришло ему на ум, что вот где в Удей, в Иерусалиме есть священное писание, вот у нас этого, этих законов еврейских нет. Как нам быть? Вот он спрашивает, вот, Толимер Лаги. К этому времени уже ему помогал его сын Тольмей Филавельф, там вот, преемник его будущего. Он говорит, да как же, сын, надо обязательно попросить, он говорит, да как, просто так попросить-то, как говорится, они еще не согласятся предоставить возможность перевода Торы для того, чтобы нам восполнить пробел, понимаете, в приобретении законов с разных, как говорится, государств. Ну, в чем дело, говорит, давайте часть рабов выкупим и передадим их обратно, как говорится, в Иудею, и это будет как бы одним из таких поводов, как говорится, найти общее понимание. Так и произошло. 20 тысяч евреев были выкуплены, ну, я могу сказать, и иудеям, потому что это этнически и религиозно в те времена было одно и то же. И было послана, кажется, делегация в Иерусалим, и по договоренности превосвященник согласился послать из Иерусалима 72 переводчика, чтобы перевели они для александрийских евреев одновременно, и для библиотеки, и ревелитор. Понимаете? Отсюда слово «септуагин», да, это латинское название. 70, значит. Вот. И они прибыли. И за 70 дней перевели Тору. Потом было сообщение собрания тех евреев, которые жили в александрии. Почему это необходимо было? Это дело, потому что говорили-то все по-гречески. В самом посиле, к этому времени уже древний еврейский язык-то был забыт. Потому что было масса, как говорится, событий, которые послужили к этому, как говорится, результату. Вот я просто вам напомню, что первая депортация евреев состоялась в 721 году до нашей эры. Когда Шарумкен II захватил Самарию, а там было, в Самаре было 10 колен. Это и был Израиль тогда. В Самаре было два царства, вы помните. Иудейское царство, там два колена. Венервиново и Иудина. А 10 колен находился в Самаре. И в силу того, что израильские евреи, общаясь с египтянами, что, как говорится, раздражало ассирийцев, вот это, как говорится, было поводом к захвату Самаре, уничтожению и высылке евреев в район Каспия, в район Кавказа. А оттуда благонадежных людей, те племена города Амсибирс, находились и переселили в Самаре. Поэтому вы должны это помнить, для чего? Потому что, знаете, потом у нас будет добрый самаритянин, и так сказать, понимаете, это отсюда идет же там, не о евреях уже идет речь, о тех людях, которые были переселены в эти районы, как благонадежные, для того, чтобы, говорится, ни в коем случае не вступить в альянс с Египтом. Вот в чем дело. То есть решалась политическая задача. Это было сделано. Почему я это напоминаю вам, понимаете, из истории? Да потому что 72 перевозчика, это где в те времена было взять? Когда только, как говорится, создалась-то империя, и она же тут же рухнула, но греческий язык остался, законы все остались, и дело производства было на английском языке, поэтому и евреям, так говорится, в Александре было удобно вести, как говорится, свои собрания в синагоге, естественно, на еврейском, и считать тоже по-еврейски. Вот и был сделан перевоз. Сколько это было перевозчиков? Оставим это под вопросом. Дело в том, что такой вот романтической, как говорится, такой загадочной историей способствовало письмо некоего еврея Аристей, который рассказывает подробно о том, как происходил вот этот перевод за 70 дней, как там был специально остров предоставлен для этих перевозчиков, Толемеев, понимаете, и они жили в отдельных, как говорится, номерах, каждому давалось определенное задание, и когда они сошлись, то все сошлось, как говорится, по маслу. Понимаете? Вот такой феноменальный такой центр. Казалось бы, это выглядит фантастически, на самом деле это было. Другое дело, сколько там было перевозчиков, в какой период они делали, через сколько столетий потратили на это, это другой вопрос. Но наш Тимеон, наш Тимеон участвовал в среде этих перевозчиков, и он переводил книгу Исаии. А в книге Исаии он дошел до места, где дева, как говорится, должна родить, и усомнился, что как же дева и родить. И в это время ему глаз, Бог, этот самый глаз, Божий, ты не умрешь до тех пор, пока не встретишь и поприветствуешь Иисуса, в смысле, сына, это самое, мессию. Вот, до тех пор. Поэтому вот то, что мы сейчас встретились с вами, и наш Тимеон сейчас должен предстать, понимаете, из музыки Баха, понимаете, мы соучастники этого события. Ну вот. Но дело в том, что рассказано это хорошо, понимаете, и Тимеон жил и ждал, а наука развивалась, все верили в это все, кто агенту, наступили времена уже, кажется, христианские, она была востребована исключительно, и было масса переводов, но несерьезных, с попыток на другие языки, то есть, древние путь. Первый притом, он, это называется, эталон, вот. И появился такой, иероним, средомский, это событие 385-го года, уже наше, и вот, славянин, который знал латей, был близок к папе римскому, выучил греческий, это самое, еврейский, и сделал перевод сектуагенты на латыни. И появилась вульгата. Вульгата, то есть, народная библия. Потом уже эту библию, вот эту вульгату, уже будет пользоваться идеей, где говорится, Лютер, который переведет на немецкий язык, понимаете, этим самым, сделал огромный шаг движения, как говорится, народа целого, понимаете, в понимании всех сюжетов библейских, так далее, так далее, так далее. И композитор начал писать, понимаете, там, Бах, как говорится, наверное, никто, как говорится, с ним сравниться не может, вот, написал больше всех, как говорится. Вот такой, как говорится, эскиз этих событий. Но теперь, как говорится, к Симеону поближе, как говорится. Дело в том, что пророчица Анна в 4 веке нашей эры, она, как говорится, как бы подробности рассказала, что вот Симеон ждал и ждал, и, в общем-то, очень долго ждал, в конце концов, когда Дьява пришла, вот, он ее поприветствовал, и, как говорится, после этого ему с радостью, говорится, принял свою кончину. Понимаете? Этот вот рассказ Арестет в письме. Но в 17 веке английский ученый Уксфордского университета взял за эту историю распутать. Хэнфри написал докторскую диссертацию. И оказалось, что это все говорится Липа. Но дело в том, что прошло другой времени, понимаете, если я говорю о событиях 285-го года до нашей эры, вот это, когда рассказывают или стекши до того времени в Толемее Лагеев, его сына в Толемее Филадельфа, а до Рождеца так еще сколько говорили, да? И у ученых возникла масса, говорится, обсуждений и споров, когда все-таки это произошло. Ну вот так, если приблизительно по-человечески разобраться, да? Ну, мы знаем, да, что Моисей определил возраст человеческий. Жизнь человеческая это 120 лет. Авраам там уже дольше, да, но вот Моисей его определил. Если так, таким меркам исходить, то где-нибудь приблизительно, может быть, ну, 117-й год до нашей эры, может быть, перевод, когда дотянул человек, понимаете, до вот этого времени, когда встретил студию бумаги, понимаете, это я вам говорю гипотетически. А дело в том, что я вам могу адресовать, если вы заинтересуетесь, вы прочтете гигантский труд, который первый придумал свой дебюта преподавателя Тимосовского факультета Московского университета, преподаватель богословия и религиозного он написал все подробности, как говорится, проанализировал. Это есть в интернете, и, наверное, мы все не знаем для религиозного признания. Вот это такое, как говорится, событие, которое связано с Египтом, с Эфотолемеем, хотя, конечно, вы помните, как Авраам ходил в Египет, понимаете, ему тоже необходимость была, понимаете, потому что проблема была с деторождением, понимаете, наследника не было, как быть, как быть, он пришел в Египет и подкормился там хлебом, как говорится, да и Рузу знает, понимаете, что такое Бризание. А египетские жрецы это хранили как тайну, понимаете, для того, чтобы сохранить свой раз.